Дрессура голубей О, Борис! Это же сам Владимир Петрович Пресняков! Действительно номер очень красивый, потому что всегда вот в этих номерах, вот в цирке, на эстраде, когда исполняются номера с Дрессурами голубями, здесь в основном, конечно, зависит от исполнительницы. От ее грации, от ее красоты. Ну, конечно, Борис, чтобы голубей не видели, что ли? Иван, вот вы смеетесь, да? Вот представьте себе, что сейчас вот этот голубок срывается с этого колечка и улетает. И номера нет. КОНЕЦ Я помню еще вот с детства, когда вот эти голубятни, когда эти голуби, когда они летают, они прилетают, пролетев много километров, прилетают опять на свои голубятни, запоминают свои места, что же говорит о том, что все-таки там мозг-то работает, нормально. Конечно, мы все помним фильм «Любовь и голуби» замечательно. Хотя во времена моего детства голубятними уже назывались другие вещи. А интересно, голуби привыкают к человеку дольше, чем, скажем, хищники? Ну, во всяком случае, я не знаю, дольше или быстрее. Это по-разному все бывает. И у голубей, и у львов. Но единственное, что, конечно, голуби, они порядок менее опасный, чем львы. Фантастически красивая музыка, удивительно красивый номер. Потрясающая, посмотрите, какая красота. Наталья Подольская и Владимир Пресняков-старший.